Каждый из них представлял Россию по-разному. Сейчас есть возможность оценить всё самим. Что я сделал на Красной площади, так это снял перчатки и потрогал землю, брусчатку. И вновь образ Миклуха Маклая встречает гостей новогвинейцев. Вначале в московской штаб-квартире Русского географического общества, а потом и просто на улице. Да, когда гуляли по Москве, нам показали граффити-рисунок на стене здания. Это было удивительно, что даже уличное искусство может нести в себе историю, тот вклад, который он внёс. Теперь никакие холода не страшны. Впрочем, новогвинейцы, похоже, и так постепенно привыкают к российскому климату. Лорелл ещё в Петербурге мечтала увидеть снег. Я никогда раньше не трогала снег и не знаю, каково это быть в снегу. И вот уже вовсю играет в снежки. А потом в ЦУМе на Красной площади, приобщаясь к местным традициям, угощается таким вкусным русским мороженым.